Сегодня на территорию Барановского приюта для животных, где содержится около 600 собак, приехала целая делегация. На месте решали важные для его качественного функционирования вопросы – свет, вода и подъезд к приютам. Анатолий Пахомов пообещал, что к середине мая электричество здесь подключат. Договорились и о регулярном подвозе воды. Дорогу также планируют отсыпать. В исполнении гравий нам сделаем ее, надо ее поддерживать потом. Пришлось главе города на месте решать и юридические вопросы, связанные с муниципальной землей, данной в аренду под приюты. За право пользования ею зоозащитники, относящиеся к разным организациям, здесь их четыре, устроили настоящую войну. Точку в конфликте поставил глава города, заявив, что право аренды будет принадлежать лишь тому, кто реально работает с животными, а не пытается застолбить за собой участок в надежде на какие-то дальнейшие выгоды. Вы сами виноваты. Видит Бог, я никогда не хочу, чтобы были уголовные дела. Но предупредили заблаговременно. Вы это не приняли, у вас свои какие-то думки. За это время вы ничего не сделали и никто не сделал по поводу того, чтобы здесь обустроить. Муниципальную землю будут арендовать те, кто готов развивать приюты и расширять их возможности. Вопрос не стоит так, чтобы кого-то выгнать с этой земли. То есть, наоборот, мы, я думаю, что облегчим те конструкции, которые должны быть, приюты. То есть, сделаем это действительно временными, такими легкими. И дополнительное количество мест еще появится, чтобы принять собаку из города к чемпионату мира. Никакое животное, которое сейчас здесь находится, оно не пострадает. И все будут в целости и сохранности. Новые вольеры помогут отчасти решить вопрос с безнадзорными животными на улицах города. По статистике, за последние пять лет в Сочи насчитали более 7 тысяч случаев нападений животных на людей. Ну а основным способом контроля численности собак все же остается стерилизация и, главное, ответственное отношение заводчиков к своим питомцам.